Привет, ребята! Я просто хочу показать как линяет нормальный настоящий тибетский мастиф и как он должен линять в природе и вообще. Не то китайское чудо, которое говно усыпляют, а потом его тригут и вычесывают в полумёртвом состоянии. Вот мы видим экземпляр Апик, вот сейчас Зара у нас под 40, Апик решил линять июнь месяц. Вот он линяет. Апенька, шерсть, шерсть сама очень легко отслаивается. Вот она просто вот отслаивается, понимаете, вот она, вот без проблем. Даже против шерсти, хоть по шерсти, как хотите. Понимаете, все это уходит и снимается элементарно с собаки. Вон, видите кулаками? Апенька, ну покажи нам. Апушка, вот сейчас что болтается, она снимается просто чулком, она просто чулком снимается. Если даже я не буду чесать, он в принципе, в принципе, в принципе, во, куда-то уперто. Он в принципе, он в принципе, конечно, за неделю сам срезет. Просто мне не хочется потом эти все, эту всю шерсть собирать палетку. Поэтому мы с ним, конечно, будем работать. Обратите внимание, вот посмотрите на бедро. Вот. Очень характерно. Вот она отслоилась. Вот. Вот. Улок шерсти, вот который висит, он легко сейчас снимется полностью. Ну я же, подожди, подойти-то, да? Вот он снимается просто без расчески. Вот он просто плохо. Этот снимается и вынимается. Вот он. Весь. Совершенно безболезненно. Он уже ослоился и отошел. Это какие-то вот, буквально, это не мучение, это просто между делом. Вот так. Он подходит. Я его почесываю. За сегодняшний день мы спокойно полностью вообще очистимся. Не хочет. Не хочет. Не нравится. Да, скажи. Что-то мы тут затеяли, скажи. Вы когда вдвоем... Да, ничего хорошего ждать нельзя. Ничего хорошего от вас ждать нельзя. Да, помню. Вот, кстати, вот обратите внимание. Вот Андрюшенька, да? Он уже отлинял. Вот он отлинял. А ничего, что это ролик. А ролик? Это ролик. Ничего, да, что это ролик. Конечно, это ролик вообще-то. Он, в принципе, отлинял. Но у него совершенно другая структура шерсти, чем вот у лапика. У него и окрас другой. Вот. И вот масик. Он тоже собирается линять. Вот мы смотрим сейчас на бедро сюда. Вот-вот-вот. Низ. Вот-вот-вот. Отсюда. Вот. Сейчас весь подшерсток. Ну, он уже отлинял практически. Ну, в смысле, там все уже. А он, кстати, совершенно вот... Вот они все вот три собаки. Вот, то есть три. По окрасу я имею в виду. И все по-разному линяют. Ну, да. Что самое смешное? Так и у баллонок так же. У всех какая-то своеобразная структура. Ну, естественно, же это. Ну, этот, правда, еще малыш. То есть у него еще, в принципе, гривы прибавятся. Вот у Андрюшенька вот такой средней длины у него всегда был. А вот хорошо оброслый вот, кстати, это апик, а и вот он будет. Вот этот и масик. Масик будет зимой очень хороший. Ему сейчас только... Скоро будет два года. А к трем годам будет то, что не надо. То, что не надо. Вот все наши молодцы. Пусть китайцы рыдают. И удальцы. Кровавыми слезами. Нет, пусть рыдают те дураки, которые повелись благодаря судьям. Нет, ну, владельцы китайцев, я имею в виду. Пусть рыдают кровавыми слезами. Судьям, которые их уверяли, понимаешь, на выставках, что это есть мастиф настоящий, да. Вот теперь пускай порыдают. Вот после того, когда уже приобрели, они уже поимели вот этого китайского тевецкого мастифа, теперь, я смотрю, никто не покупает больше. Никакого. Никакого. Из-за этого. При слове тевецкого мастифа они говорят, в чур меня. Да. И правильно говорят. И правильно говорят. Потому что 20 лет засирали мозги по полной программе. Ну, нахрен мне нужны такие мучения, что такую собаку вычесывала. Да вот. Это вот я сегодня. Пердецем уже. Вот сейчас только. Вот. Между прочим, вот его, я немножко, как это самое, почесал. Потому что я вижу, она начинает отслаиваться. Все. Все. Никаких этих самых проблем. Что-то там, вон, смотри. Товарищ интересуется. А у нее похоже висит. Так она готовится. Готовишь? Готовится. Она готовится. Ну, ладно. Все. Урок закончен. Да. Пока. Пока. Пока.